Это Утренний Фрэш. Как всегда, встречаем новый день вместе. Я, Александр Лупиненко, расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлюсь с другими интересными событиями и фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь, возможно, даже гроза. Днем температура воздуха поднимется до 22 градусов. Ветер западного направления скоростью до 10 метров в секунду с порывами до 17. Еще немного о погоде. В ближайшие дни в Беларуси ожидается некоторое похолодание. Будет дождливо. Сегодня температура воздуха в среднем по стране составит 17-18 градусов. Завтра синоптики обещают похолодание до 12. А в четверг и в пятницу столбики термометров опустятся до 10 градусов. В выходные будет примерно так же прохладно. Почти всю неделю в Беларуси будут идти дожди. В Беларуси до 1 июня продлится акция «Не оставляйте детей одних». Она приурочена к Международному дню семьи и дню защиты детей. Во время мероприятий планируется использовать 4 формы работы с населением. В интернете разместят тематическую информацию для детей и родителей об опасностях. В печатных СМИ подготовят тематические страницы и рубрики. В эфире радиостанции проведут радиовикторины. А в эфире телеканалов будут транслироваться обучающие передачи, сюжеты и видеоролики. Кроме того, спасатели будут общаться по телефону с молодыми родителями. А четвертым направлением работы в рамках акции станет распространение наглядной продукции. Дополнительно состоится интернет-конкурс на лучшее оформление детских костюмов и техники спасателей. Называется он «Я б спасатели пошел». На территории Гомельской области стартовала акция под названием «Детский автобус». До конца мая сотрудники госавтоинспекции будут проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей. В рамках акции усилен контроль соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения, а также организована проверка максимального количества автобусов, которые перевозят группы детей. Далее о некоторых актуальных выставках в Гомеле. В библиотеке имени Герцена еще можно познакомиться с экспозицией под названием «Полотен вышитых узор». Гомельский мастер Светлана Корбут представила вниманию работы, выполненные в технике «Гладь». Это сюжеты, вышитые по мотивам известных живописных картин, а также работы сельской и городской тематики. Гости выставки смогут узнать некоторые секреты, известные только мастерицам вышивки. Вход свободный. Кроме того, с работами можно познакомиться и на сайте библиотеки, а также на страницах в социальных сетях. А посетители дворца Румянцевых и Паскевичей могут увидеть графические и живописные работы художника Геннадия Говора. Отмечено, что автор обладает оригинальным видением и уникальными решениями тем и сюжетов. Его работы гармонично дополняют друг друга. Этого удается добиваться благодаря авторской манере исполнения. Оригинальной основой творения Геннадия Говора стало сочетание изобразительного и поэтического языков. Планируется, что выставка будет открыта до 24 мая. Продолжение темы. Еще одна информация для тех, кто планирует заглянуть во дворец Румянцевых и Паскевичей. Там можно познакомиться с многообразием использования и декорирования стекла и металла. На выставке звонкие, как стекло и блестящие, как металл предметы из собрания музея-дворца. Это посуда и украшения, часы и осветительные приборы. А также принадлежности декорирования интерьера, мебельная фурнитура и еще много интересных вещей, изготовленных из стекла и металла. В выставочном зале картинной галереи Гаврила Ващенко откроется выставка «Парк пушистых». Ее посетители увидят жующих, скачущих, пищачьих и других пушистых созданий. Среди них обезьянки, сурикаты, енот и самые разнообразные декоративные кролики. Кстати, если вы никогда не видели кроликов породы бабочка, то вам точно нужно посетить эту выставку. Не пропустите! К другим интересным новостям. Международная акция «Ночь музеев» впервые в нашей стране пройдет онлайн. 16 мая состоится прямая трансляция из Национального исторического музея. Зрителям покажут рок-фольк-оперу «Чародей», написанную по мотивам летописных источников. Увидеть музыкальный спектакль можно будет без авторизации и из любой точки планеты Земля. Начнется онлайн-показ оперы в 21.00. Затем зрители перенесутся во дворик исторического музея, где состоится ночной концерт. Не пропустите! Киностудия «Союзмультфильм» представила свой первый короткометражный 3D-мультфильм. «Хомячок Фрош. Друзья в поисках клада». Онлайн-премьера прошла на YouTube-канале киностудии. Мультфильм длится 13 минут и рассчитан на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Это увлекательная приключенческая история с элементами детского детектива. Зрители ждет теплый, насыщенный деталями мир, оригинальные персонажи и тщательная проработка фактур и анимации. К следующим интересным новостям. Не только Мороз умеет рисовать узоры на окнах. Своё творчество умело проявляют и молнии. В сети набирают популярность фотографии с пляжа, на которых запечатлен результат прямого попадания молнии в песок. Из-за температуры более 27 тысяч градусов молния плавит его до состояния стекла. Как правило, конечный результат – удар молнии скрыт под землей, и его легко можно принять за корень дерева. К слову, большинство снимков в сети с таким явлением своего рода постановка. Кремнезиом может раскалиться до нужной температуры только под поверхностью земли. В Китае прошёл заводские испытания новый спутник для мониторинга океана. Вместе со своим предшественником он формирует первую в стране группу для исследования океана. Она будет предоставлять данные о ответе океана и температуре воды для изучения ресурсов и окружающей среды морских вод, островов и прибрежных районов страны. И ещё одна новость из Поднебесной. Созданный в Китае космический 3D-принтер. И два напечатанных им на орбите образца успешно вернулись на Землю. Их доставила капсула пробного пилотируемого космического корабля нового поколения. Это первый тест, в котором была осуществлена орбитальная 3D-печать. Исследователи готовы провести дополнительные проверки эффективности работы принтера, вернувшегося из космоса, и дать оценку его характеристик. На орбите система 3D-печати также реализовала автоматически контроль всего процесса работы. В выпусках передачи «Земля. Наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населённых пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 12 часов 55 минут. Тело человека. Познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на её качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». В студии идёт разговор о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Обсуждаем актуальные темы с интересными гостями. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Это хорошая возможность, приятно провести вечер всей семьёй у телеэкрана. Кстати, не стесняйтесь, звоните в студию и присоединяйтесь к нашему разговору. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя в самом начале, пусть она пройдёт легко и спокойно. Желаю только удачи и хорошего настроения на весь предстоящий день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова